Всех снова приветствую! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Параде. И мы продолжаем обозревать данный мод. Ой, я забыл. А там дерево выросло, жесть. В общем, в чём прикол? Рассматриваем дальше наш мод замечательный. И в прошлый раз мы осмотрели, как типа топливо преобразовывается одно в другое. Здесь в этих коллекторах и так далее. И мы осмотрели, в принципе, коллекторы. Теперь же мы разберёмся, что тут ещё с этими коллекторами. Есть три вида машин. Ну, на самом-то деле больше. Но три вида машин, связанных с производством энергии, материи и, в общем-то, производства в данном моде. Это коллекторы, которые производят энергию света. Типа это реле, которые, в общем-то, умножают энергию, которая через них проходит от коллекторов. То есть, в чём прикол? И есть третьи машины. Это конденсеры, которые, в общем-то, ну, Alchemical Chest, вот, конденсер, который производит предметы из этой энергии. То есть, из ЕМЦ, которые производятся, например, энергию коллекторами. Так вот. То есть, как нам их взаимодействовать? То есть, вот, давайте посмотрим в целом. Энергию коллектор 1. Как вы видите, 4 ЕМЦ в секунду. Крафтится он вот так вот. Я показывал, по-моему. А чё я не показывал, как крафтится? Или всё показывал, как крафтится? Ну, если что, сами посмотрите. Простите меня, если я что-то забыл показать. Значит, второй, как вы видите. А, вот, второй я не показывал, как крафтится. В общем-то, его стоимость 232 тысячи ЕМЦ, ну, 233 практически, он производит 12 ЕМЦ. Как вы видите, здесь 82, там, короче, получается немного выгоднее. То есть, выгоднее по количеству затраченной ЕМЦ на его создание к количеству производимой им энергии. То есть, выгоднее, естественно, более высокого уровня создавать. Коллекторы, ну, и плюс они меньше занимают места. И в три раза больше, как вы видите, содержит ЕМЦ. В три раза больше производит и так далее. Значит, и Energy Collector Mark III 40 ЕМЦ производит. То есть, стоит 710. Как вы понимаете, должен был стоить 900 где-то, потому что он стоит здесь 232. То есть, еще выгоднее по ЕМЦ крафтить именно третьего уровня. Также мы узнали в прошлой серии, что он светится очень ярко. Что он, в общем-то, более компактный. При этом, производя больше энергии на ту же единицу площади. Больше содержит, больше производит. И, в общем-то, он такой вот хорошенький. И так как у него storage большой, то, естественно, он может производить более совершенное топливо. То есть, грейдить его дальше. Значит, реле. Значит, как крафтится Energy Collector Mark II, как вы видите, Dark Matter и Glow Stone. И, то есть, тут так рассчитано, что он как раз столько и стоит. Значит, теперь вот этот из Red Matter. Я так понял, что Red Matter, его стоимость и Dark Matter, его стоимость, были рассчитаны именно... То есть, Red Matter и Dark Matter были рассчитаны именно из стоимости крафта коллекторов. То есть, чтобы, типа, обеспечить равноценный обмен при грейде и увеличении производства энергии. Так, в общем-то, вернулись. Теперь, значит, Anti-Matter Relay. Как вы видите, вот так вот. Diamond Block, Obsidian, Glass. Стоит он, как вы видите, дешевле, чем Energy Collector. Объясню вам, почему. Значит, Anti-Matter Relay 2. Максимум Output. Значит, Output Rate. Дело в том, что у него есть инвентарь. И этот инвентарь способен заряжать хранилища энергии. Вот такие вот, как вы видите. Значит, и вот эта скорость, с которой он заряжает их. Также Storage, это сколько он хранит. 100 000 EMC, самый первый. То есть, это сколько он может накопить. Здесь миллион, а здесь, блин, 10 миллионов, да? 10 миллионов, то есть 10 раз больше. При этом, заметьте, что третьего уровня Energy Collector стоит 710, а этот 681. То есть, стоит он дешевле. Ну, он, казалось бы, бесполезный. Энергию типа не производит. Но сейчас мы узнаем, кое-что. Итак, продолжаем. Вроде все продолжается. У нас также есть энергохранилище. Значит, ну, сначала давайте посмотрим. То есть, Red Matter, предыдущее реле. Ну, традиционно только Obsidian вместо Glowstone и подобные вещи. Здесь, то есть, Dark Matter, предыдущий реле. И вот так вот они крафтятся. Естественно, их можно выучить и даже не крафтить, а получать тупо из Transmutation Table. Значит, Clean Star. Первое крафтится из вот чего. То есть, Mobius File, Diamond и вот самое первое. А все последующие крафтятся вот так вот. То есть, вплоть до того, что Clean Star Omega, Sphere, там, из вот таких вот крафтится. Заметьте, 50 тысяч стоит 74 тысячи EMC. 298 тысяч, то есть, 200 тысяч содержит, 298 тысяч стоит ее производство. Значит, следующее, 800 тысяч содержит, миллион стоит ее производство. Дальше, 4 миллиона стоит, 3 миллиона содержит. Там, 12 миллионов стоит, 19 миллион, то есть, 12 миллионов содержит, 19 миллионов стоит. 51 миллион содержит, 76 миллионов стоит. Вот, как вы видите, такие вот Clean Star. Их можно заряжать и разряжать, как вы знаете. Давайте как раз разрядим и получим просто дохренища еще энергии. И в чем прикол? Зачем же нам нужны реле? Зачем же нам нужны реле? Реле... Давайте посмотрим... Так... И так. Реле добавляет 1, 1 единицу производимой энергии, когда сквозь него проходит энергия коллектора. То есть, коллектор, он производит энергию света, все дела. Кстати, вот... Ну, сейчас он будет полностью работать. Но, в общем-то, в чем прикол? Что мы ставим коллектор, он не производит энергии. Когда мы ставим сюда реле, то есть, мы ставим реле, он не производит энергии. Коллектор ставим, он производит энергию, но он также берет энергию отсюда. То есть, когда через него течет энергия, то есть, он, во-первых, ее вытягивает из соседних коллекторов. То есть, если мы второй поставим, то она будет течь быстрее. Если третий поставим, то она будет течь еще быстрее. Вы скажете, типа, она вся перетекает из соседних коллекторов, все дела. Так оно и есть, она перетекает из них. И, то есть, именно эта энергия подвергается редактированию определенному, которое протекает из соседних блоков. То есть, если... Как это сказать? Если мы поставим два коллектора и сюда поставим... То есть, два реле и поставим один коллектор, то здесь пять и здесь пять. Короче, смотрим. Как бы так сделать? Дело в том, что я смотрел видео по этому поводу. Но хочу вам как-то объяснить. Я не совсем подготовился. В общем-то, раз и два. И смотрим. Здесь 13, 15. Здесь же у нас 16, 17, 20, 21, 25, 50, 30, 40. То есть, как вы видите, каждый из реле, при том, что мы более рано сюда поставили, к каждому из реле приходит меньше энергии. То есть, энергия делится на двоих. И каждый из них производит меньше, чем производил бы один подсоединенный к одному коллектору. То есть, это главное, чего не учитывают все чуваки, которые пользуются эквивалент-эксченджем этим. То есть, это вот тот эксперимент, который я вот действительно хотел узнать. То есть, важно ли, сколько... К скольким реле подсоединен один коллектор. Оказывается, важно. Оказывается, они умножают только ту энергию. То есть, каждый реле, первого уровня реле, увеличивает энергию, которая приходит к нему от коллектора, на одну единицу. То есть, здесь три энергии, или четыре, сколько там идет, давайте посмотрим. Четыре энергии идет, и он добавляет одну свою. То есть, здесь производство пять энергии на эти два полка. Пять энергии. Когда же здесь, то, как бы, ничего не меняется. То есть, эта энергия делится между двумя реле, и таким образом, вот, 300 и 300, 600. А здесь вот тоже 500, практически 600, но с одного реле, в одном реле. То есть, казалось бы, зачем нам это реле? То есть, не нужно. Не нужно подсоединять несколько реле к одному коллектору. Это невыгодно. Значит, реле у нас бывают разных уровней. Давайте разберемся с этим. Реле второго уровня, по аналогии с энергию коллектором, производит три единицы материи, то есть, три единицы ЕМС, за каждый коллектор второго уровня, я так понял. То есть, именно второго уровня. А за первого он, в общем-то, хотя я не знаю, кстати. Вообще, за любой коллектор, я так понял, оно без разницы. Давайте, короче, разберемся. То есть, давайте удалим. Давайте экспериментировать. Это, в общем-то, та серия, в которой мы будем экспериментировать. Значит, коллектор. К счастью, у меня тут креативка. Вы же поняли. Итак, давайте... А как мы определим это? Слушайте. 20, 30, 40, там что-то... 36, 37... Ну, в общем... По идее, это трудно определить. То есть, производит ли он в зависимости, или не производит он в зависимости. Потому что сам этот коллектор больше производит энергии. Вот в чём вся проблема. Ну, в общем-то, по идее... По идее, сам реле... Он, как бы, не различает коллектора. Ему всё равно, какой коллектор. Главное, чтобы к этому коллектору не подсоединено было ещё реле. Это, во-первых. Во-вторых... Ну, то есть, иначе делится энергия. Во-вторых, как бы, он... Воспринимает... То есть, если этот, то он будет одну единицу за каждое... За каждый коллектор производить. Если же... Ну, то есть, если вот этот, то это 4... Нет, 3 единицы энергии. Так. Нет. Нет. Чем лучше коллектор, тем больше он энергии производит. Вот так. Всё. Вне зависимости от... Чем лучше реле, тем... Больше энергии оно производит. Вне зависимости от того, какой коллектор к нему подсоединён. Вот как. Вот как, короче, правильно. Всё. А то я путаюсь. Видите, путаюсь. Простите за это. А то будут там всякие хейтеры писать мне, типа... Вот, ты путаешься. Ну, да, я путаюсь. Вы же понимаете, это сложная фигня. Значит, дальше. То есть, какая самая эффективная схема у нас получается? Также вы должны учесть, что ночью без света коллекторы плохо себя ведут. То есть, какая же у нас выплывает схема? Схема в том заключается, зачем нам нужны реле. Реле сами по себе без коллекторов не нужны. Но когда у нас появляется четыре коллектора, то на каждый из четырёх коллекторов у нас реле даёт, например, ну не вот это вот, на которое я указываю, а беленькое. То есть, самое первое уровня. По одной единице. ЕМЦ. Естественно, что это получается четыре единицы. То есть, то же самое, что ещё один коллектор. То есть, четыре коллектора и один вот этот вот реле, это то же самое, что пять коллекторов. При том, что реле стоит дешевле коллектора. Это во-первых. Во-вторых, вот я хотел показать здесь всё. Да ну что ж вы. Вы издеваетесь. Почему это? Давайте, короче. Поставим. Всё равно чёт. Видимо, ещё. Кстати, видите, он светится немножко. А, ну в общем-то ладно, разберёмся. В общем-то, как вы видите, когда оно с космоса энергию черпает. То есть, вне зависимости от того, день, ночь, все дела. Так вот, четыре дают то же производство. То есть, когда у вас четыре энерджи коллектора есть, стоит построить одно реле. Во-первых, потому что в реле скидывается вся энергия, и вы можете её зарядить вот сюда, поставив что-либо. Также вы можете что-нибудь сплавить сюда. То есть, он поглощает и превращает это всё в энергию. И, то есть, типа вот такие вот вещи. То есть, сюда можно топливо кидать, сюда вот можно подключать коллекторы. Крыле. И потом заряжать свою клейнстар какую-то. Но, у нас шесть сторон. То есть, как бы у нас есть верх, низ и четыре стороны. Поэтому, подсоединив ещё коллекторов сверху и снизу, мы можем получить ещё две единицы энергии. От того, что мы, в общем-то, от реле от этого. То есть, реле, окружённое шести сторон, получается гораздо выгоднее, чем коллектор. Ну вот, как вы видите, внизу подсоединено. Но, естественно, нам нужно как-то, в общем-то, получать доступ к самому антиматериальному реле. И тут есть два варианта. Есть вариант, как вот здесь. Вот, как вы видите, здесь сверху коллектор. А снизу у нас есть доступ к реле. Вот оно. То есть, и получается, что... Все коллекторы полностью запитаны энергией. И всё, в общем-то, хорошо. А сверху... Ну, единственное что, мы должны стоять снизу, а это вся фигня, конструкция должна быть где-то на потолке. Есть второй вариант. Когда мы снизу, как бы, закрываем тоже. Но, в таком случае, если у нас реле здесь сверху беленькое, то оно, в общем-то, светится не слишком сильно. То есть, это блок такой же, как вот энерги коллектор. Энерги коллектор, он светится с интенсивностью в 7 единиц. Это как красный факел. Таким образом, у нас, как вы видите, он не максимально эффективно работает. Как это исправить? Вот, как вы видите, здесь такой проблемы нет. Нужно поставить красное реле. Да. И оно, типа, будет высокоэффективным, я так понял. И я вот не знаю, насколько оно эффективно производит. То есть, если это реле производит по 10 единиц ЕМЦ за каждый коллектор, вне зависимости от их типа, то, таким образом, 4 коллектора белого типа, это очень выгодно получается. Ну, то есть, 6 коллекторов белого типа. Потому что, собственно, мы не тратимся на сами коллекторы. А вот реле у нас очень эффективно выходит. Таким образом, самая эффективная конструкция для добычи энергии, это вот сюда мы ставим нашу звезду. И вот так вот накрываем эту всю конструкцию. И, в общем-то, оставляем ее на очень долго. Это в ванильном моде просто. Это именно такая конструкция. Все другие конструкции, кто бы вам что ни говорил про цветки, они получаются неэффективными или менее эффективными. То есть, вот здесь тоже можно накрыть. Но, как вы понимаете, доступ нам перекрывается. То есть, из коллектора уходит энергия. Она копится, собственно, в реле. Здесь вот снизу доступ. И вот у нас есть вариант с конденсером. То есть, здесь такая же конструкция, только здесь везде, с любой из сторон, по одному реле. Как вы видите. А в конденсере, если мы поставим вот так вот, как вы видите, будет копиться энергия на производство еще одного коллектора. В чем недостаток такой конструкции? А я думаю, вы догадываетесь. То, что вот этот вот коллектор подсоединен к двум реле. Видите, вот это вот реле и это реле. И так с любым, кроме самых вот этих вот боковых коллекторов. Тоже к двум подсоединен. А как вы понимаете, если он к двум подсоединен, то эффективность у нас теряется. Потому что он меньше производит энергии. Ни одну единицу, если тот коллектор, к которому реле подсоединено, ни одну единицу производит, а меньше. Но есть и преимущества у такой конструкции. Во-первых, как бы меньше бегать. То есть, вот эта вот розочка, она маленькая. И нужно, короче, много таких розочек, чтобы, типа, было все хорошо. И также нужно бегать и забирать здесь энергию. То есть, больше старого вот этих вот звездочек нужно и больше всего подобного. Здесь же, как бы, у нас вот такой вот гигантский цветок. И он весь собирает энергию. Это довольно выгодно получается. Вся энергия у нас в конденсоре накапливается. Какая еще выгода? То, что он меньше. То есть, как бы... Ну, как это сказать? То есть, мы экономим место. Это такая вот монолитная структура одна. Ну, собственно, мы экономим свое время и экономим место на нашей базе, создавая такие цветки. Но она не самая эффективная. Самая эффективная... Это вот такая вот открытая. Или же вот такая вот закрытая. Кому как хотите, так и делайте. У меня есть дополнительный мод. Сейчас я вам покажу. Conduit. Вот, как вы видите, он добавляет энергию кондюйты для... ...эээ... ...эээквивалент одишнс. Вот такой вот мод. И, в общем-то, в чем прикол? Что вот такие вот крафтятся. И это, в общем-то, провода только для данного мода, которые проводят ЕМЦ. Таким образом, мы можем, как бы, не закрывать вот эти вот штуки и компенсировать недостатки все. То есть, мы просто подсоединяем к вот таким вот полу прикрытым розочкам, маленьким цветочкам кондюйты и проводим, в общем-то, их в какое-то одно место. И, таким образом, нам такой цветок нафиг не нужен. Теперь же перейдем к самим конденсорам. Во-первых, у нас есть Alchemical Chest. То есть, вот он, Alchemical Chest. Вот, как вы видите, раз, два, три, раз, два, три, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, двенадцать, тринадцать, вроде бы. Восемь на тринадцать, как-то так. И как он производится. Значит, вот как он производится. Из Даймонда, Коэнс Даста. Стоит, как вы видите, восемь тысяч. Ну, то есть, фактически, немного больше самого алмаза. И вот такой вот алхимический сундук. У него есть интересные свойства, но о них мы поговорим в следующей серии. Наверное. А может и нет. Давайте, Талисман. Вот, такой вот Repair Talisman. Repair Talisman, когда он у нас в инвентаре, то он использует Коэнс Даст для ремонта инструментов. Значит, давайте возьмем какой-нибудь инструмент. Не Даймонд, а давайте Пикакс. Вот такой вот Iron Пикакс и Covalence Dust. То есть, для железных инструментов всяких используется вот этот вот Medium Covalence Dust. Для алмазных и каких-то более крутых используется, в общем-то, синий, который с крафтом алмаза. То есть, видите, то есть, из чего крафтится, то он и чинит. Зеленый же используется для починки каменных инструментов и деревянных. Значит, в чем прикол? Что мы, например, вот пойдем сейчас заниматься очень полезными вещами, несомненно. Да, вот посмотрите, какими полезными вещами мы занимаемся. Это же просто невероятно. Травку, там все, короче. Эй. А-а-а. Хм. Он использует Clean Star, что ли? Давайте теперь попробуем. что? Ну, было же сказано, что он ремонтирует, типа. Вот это я лох. То есть, выходит, он ремонтирует вообще независимо ни от чего. Если бы я это знал, то я бы давно уже. То есть, мы просто бесконечную кирку приобретаем. Забавно. Вот, как вы видите, то есть, он просто, не имея даже топлива никакого, мы можем ремонтировать свою кирку, просто разместил этот талисман. Как этот талисман крафтится? Вот так вот он крафтится, не так уж и дорого, то есть, у него и стоимость 490. Нерби Пэрс Итемс Ресторс Ван Дурабилити Every One Second Проджект Е. Также, естественно, если мы его в алхимический сундук засовываем или же в общем-то вот как у меня здесь лежит, короче, этот талисман, то он все, что здесь находится, будет ремонтировать по возможности. Такая вот полезная штучка. Также можно, естественно, инструменты ремонтировать. Давайте пикакс. Так. Давайте все-таки поремонтируем их. 772. Так. и так. И как вы видите, мы получаем починенную кирку. Вот такие вот дела. То есть, это работает. Это основное назначение, собственно, этой пыли. Так что, тут очень полезные вещи. Значит, у нас также есть вот такой вот конденсер. Вот мы ставим сюда, например, это. и ставим факел. И получаем 9 каблстоуна за 1 факел. Тот каблстоун, который мы сюда ставим, он не расходуется. И, в общем-то, этот конденсер, это производитель. То есть, если реле, оно заряжает батарейку, то конденсеру не нужна батарейка. Он тебе выдает готовые какие-то предметы, которые тебе нужны. Тебе нужно только пример этого предмета иметь. также мы, то есть, в инвентарь можем подавать какие-то предметы на переработку. И также он не все предметы перерабатывает. Те, которые он производит, он не перерабатывает. То есть, если мы будем производить каблстоун и положим сюда... А, мы не можем положить каблстоун сюда. Но, если положим дёрд, то мы можем положить, и он станет каблстоуном. Такие вот, в общем-то, дела. или же наоборот. Положим это. Бамс. И как бы... Так. Стоп. А если убрать, то потеряется, в общем-то, ЕМЦ. Так что осторожно. Также, если вы его разрушите, то потеряется у него ЕМЦ. Также есть энергиконденсор второго уровня. Он быстрее, собственно, конденсирует. Давайте. например, я не знаю. Вот. Очень быстро и забавно. И занятно, и все дела. И, в общем-то, я теперь не знаю, что с этим делать. Но, в общем-то, да. И есть алхемия бэх. Алхемия бэх это альтернативная ветка. Это сумочка. Как вы видели, я ее уже делаю. В общем-то, она из High Covell and Dust, Alchemical Chesta и White Wool или любого другого. То есть, как вы видите, их можно сделать разноцветными. в общем-то, такие вот дела. То есть, если Use нажать, то видите, вот их можно красить. А в белую можно, короче, перекрашивать назад белую. Сумочка каждого цвета это отдельный инвентарь. Причем, если сумочку уничтожить, вообще все экземпляры сумочки уничтожите потом. То есть, это как Эндерсундук. То есть, этот инвентарь, он хранится как бы в памяти игры вместе с сохранениями и он никуда не денется. Поэтому, если хотите не бояться утонуть в лаве, то носите с собой такую сумочку и уложите туда все самые ценные вещи. И доставайте только, когда, в общем-то, вам они нужны. Ну и, в общем-то, конденсор крафтится вот из обычного алхимикал честа обсидиана и четырех даймондов. А крейдится он в вот этот улучшенный энерджиконденсор, у которого раздельный инвентарь. То есть, тот инвентарь, куда ты кладешь и тот, откуда запираешь, он раздельный. Это позволяет, во-первых, с индустриальными модами как-то совмещать это все. То есть, вход-выход. А так получается, то есть, ну, сложнее все это делать. Во-вторых, это просто удобнее и, конечно же, скорость у него побольше. Но он и дороже, как вы видите. 9 миллионов, это ужасно. Dark Matter и Red Matter используются. Это жесть просто. Ну и, в общем-то, вот такой вот конденсор. Вот видите, он тут производит. Вот такие вот соляры. И, пожалуй, на этом мы закончим данный выпуск. Всем спасибо за просмотр. А, еще нет. Еще не закончим. Нам нужно рассказать про клейн старый. А, мы рассказали, вроде бы. Да, это батарейки, которые, в общем-то, питают постоянно все предметы. Ну, те, которые нужно питать, естественно. Содержат себе ЕМС. Особенность их в том, что, как бы, они содержат ЕМС меньше, чем стоят по крафту. Это очень забавная особенность. И, на этом уж точно мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok